добрый день друзья сегодня обсудим вопрос об образовании солнца и луны помните в своей книге пылающий мост затем в книге явлений земли и в книге бегущие по лезвию 2053 я описывал возникновение принципы появления солнца и они сводились к следующему каждый человек является генератором мощности электромагнитной эта мощность по принципу совокупления соединения векторного соединения если говорить математически соединяется в одной единственной точке центра этих самых воздействий и направляется из этого центра центр который расположен над нами и соединение этих самых электромагнитных наших полей от каждого человека она нам представляется как солнце и вот это солнце мы с вами видим наверху в качестве такого знаете ли центра концентрации электромагнитной энергии всего человечества и возникает интересный момент вот есть человек и есть им сгенерированные солнце блик такой центр пучность узел если говорить например терминами волн узел волн который естественно в этом случае поскольку там идет глобальная концентрация он разогревается до больших температур и обладает естественной светимостью поскольку там мощность и энергетическая наполненность очень высокий и вот давайте посмотрим над тем чтобы это значило что у нас на поверхности упала верху на небе располагается два таких светила солнце и луна причем они шествуют примерно одинаково друг за другом но у луны и есть очень интересный момент она обладает такой цикличностью которая полностью совпадает с цикличностью женщин и поэтому женский пол всегда связывали с луной тем или иным способом понимая что вот эта связь цикличная она очень интересным образом связывает женщину с этим небесным объектом и вот оказывается оказывается но это опять же моя модель которую я изложил книги бегущий по лезвию 2053 согласно этой модели до сатурновских времен включая сатурновские времена тоже часть из них начальную часть а это где-то 16 17 и даже в какой-то степени 18 века на руси арусь тогда была единственным государством вообще во всем мире так вот на руси существовала раса гермафродитов людей которые обладали свойствами двух полов и вот в это время опять же до 18 века даже может быть до начала 19 века в это время эти существа они обладали таким свойством опять же энергетическим свойством которое складывало свои энергетические мощности в тот самый объект который светился в то время этот объект мы называем полярной звездой то есть до 19 века нам светила только полярная звезда которая была единственной наполнялась человеческими электромагнитными напряжениями токами и волнами а потом уже с конца 19 века и 20 века пошли вот эти все вещи как солнце и луна который наполняется каким-то другим образом и тут напрашивается такой вывод что в девятнадцатом веке состоялся разделение гермафродитов которых я описал в книге бегущий по лезвию 2053 и это разделение привело к тому что гермафродиты на земле то есть те однополые существа которые давали в итоге полярную звезду что они разделились между собой гермафродитов количество стало уменьшаться резко пошли то выполнил существа мужчины и женщины мужчины своим электромагнитным полем сформировали солнце наполнили солнце а женщины своим электромагнитным полем сформировали и наполнили луну вот таким образом состоялся переход с древних знаний в центре которых была та самая полярная звезда к новым знаниям, в центре которых теперь стали Солнце и Луна сгенерированные мужчиной и женщиной. Мужчинами, точнее, и женщинами, точнее. То есть всеми популяциями мужчин и всеми популяциями женщин. Еще раз отмечу, что эту концепцию я описал в своей книге «Бегущий по лезвию 2053», и она, эта концепция полностью соответствует тому, что существует сегодня у нас в нашей реальности. И обоснование вот этой концепции, оно на самом деле чисто физиологическое. Оказывается, если, например, пронаблюдать за ныне живущими организмами на Земле, оказывается, что это все время подтверждается. И переход от одного пола в другой существует не только как встречающееся какое-то отличие, а существует как основоорганизующее. Я вам приведу несколько примеров. Первый пример – это развитие и плодоношение той самой гидры. Вы знаете, такое существо, как бы одна ножка, и вот сколько-то там этих щупалец на голове или, наоборот, на заднице. Я уж не знаю, там, чем она кверху, как говорится, ходит. Но фишка здесь в чем? Если условия окружающей среды нормальные для нее, то есть теплая окружающая среда типа воды и плюс достаток всего в нормальном режиме, то гидра не плодится на двух полах. Она является однополым организмом. И второй, ну так скажем, ребеночек, второй экземпляр этой гидры, он получается почкованием. То есть гермафродит в виде гидры дает второе свое потомство в виде почкования такого же гермафродита, как и родитель. Двух полов здесь нет никаких. Но стоит только окружающей среде измениться. Допустим, остыла вода, изменилось какое-то другое состояние, давление там, еще что-то. И гидра переходит в режим других возможностей. Она резко разделяется на два пола, мужчина и женщина, и дальше идет у них такое вот двуполое плодоношение, и уже следующие гидры становятся двуполыми организмами. Они и возникают уже как мальчики, и девочки. И это происходит поныне, когда меняется в окружающей среде, вот допустим, в каком-то маленьком водоеме, где эти гидры находятся, там лужа или озеро, когда для гидры глобальные условия меняются, она переходит от гермафродитной к двуполой системе размножения. Это то, что касается гидра, но мы с вами знаем, что все организмы на Земле, которые являются живыми, они в той или иной степени повторяют друг друга в главных моментах жизни. Размножение, сама жизнь, там еще какие-то. Ну и вот гидра нам показывает, как из гермафродитов происходит разделение на мужское и женское, и это происходит и в наше время. Другой пример. Есть много рыб, вы многих, наверное, знаете из домашних аквариумов. Это, например, гуппи, это, например, пицилии, это, например, меченосцы, когда самки, изначально родившись самками, в течение времени они обрастают хвостами, мечами и тому подобными вещами и становятся самцами. Я уже вам говорил об этом. А в мировом океане существуют другие виды рыб, которые совершенно по-другому относятся к этой же вещи. Ну, например, если я правильно помню, груперы. Они рождаются все самками, а с течением времени одна из самок, она даже уже бывает, которая отложила икру один или два раза, она превращается в самца и возглавляет вот эту самую когорту из самок. Когда она погибает, следующая самка становится самцом и возглавляет опять этот гарем самок и продолжает уже осеменять, как самец, ту же самую икру, которую откладывают ее эти самки. И здесь тоже ничего не меняется катастрофического. Каким-то образом происходит смена пола, а смена пола за собой тянет какие-то возможности по внутреннему устройству. И вот вы знаете, сегодняшняя вот эта тотальная болезнь запада, которая тоже упирает на эту смену пола, я думаю, что она связана с каким-то западным психозом, когда он, этот запад, чувствует, что для них что-то поменялось очень серьезно в их окружении. Может быть температура, может быть какая-то другая, может политическая какая-то температура. И вот в результате этого западное общество начинает поступать так же, как примитивные рыбы или примитивные те самые одноклеточные, многоклеточные организмы. То есть ситуация происходит именно отсюда, на мой взгляд, потому что просто так с ума целиковыми расами, целиковыми народами как бы не съезжают. А то, что мы видим по поводу Европы, по поводу Америки, это похоже на какой-то глобальный съезд, и этот глобальный съезд должен подвигаться какими-то такими, знаете, внешними воздействиями. Я не думаю, что это ведется какими-то подрывными силами работы, а вот именно внешними воздействиями, недостаток кислорода, изменение свойств окружающей среды, вот это может быть. Но в данном фильме я как раз хотел заострить ваше внимание на том, что из тех самых товарищей, которые каким-то образом осознают свой пол, формируются те самые светильники, которые над нами и есть. И вы знаете, этот вопрос, он частенько и поднимался в древности, и поднимается сейчас, и думаю, потом будет подниматься. Ну, в древности я вам уже и в книге я давал очень много иллюстраций по поводу того, что алхимики средних веков, они этот вопрос знали очень хорошо. И в основе их разделения взглядов, в основе образования Солнца и Луны, на этот счет есть очень много картин, то есть этот вопрос исследован досконально, не только мной, я не присваиваю себе это в открытие, а досконально, что в средние века именно Ермафродит был единой звездой, а когда он разделился надвое на мужчину и женщину, получил Солнце и Луна. Таких картин очень много. И я думаю, что этот процесс шел не только в средние века, он длится и по нынешний момент, только вопрос стоит в том, что да, мы теперь зафиксировали мужчину и женщину, остается такой вопрос, каким образом все это будет двигаться дальше. Если условия окружающей среды будут ухудшаться для каких-то отдельных популяций или для популяции людей в целом, то тогда мы увидим новое небесное тело на небе, и оно будет означать, что возникла достаточно большая популяция каких-то людей, которые существуют на каких-то других половых условиях. Это как мое предположение. Если же условия жизни на Земле будут оставаться в каких-то рамках, которые достаточны для двуполового существования, то тогда мы увидим двуполовое существование как продолжение нынешнего состояния, и это будет оставаться индикатором того, что на Земле все остается по-прежнему, так как это было сложно к двуполовому разделению. А сам вопрос, сам вопрос, он интересен нам, конечно, не в половом моменте, и, естественно, я изначально считал и сейчас считаю, что все эти операции с полом, которые сегодня накладываются там на европейцев и американцев, это все очень большие проблемы с мозгом. И я очень, честно говоря, радовался тому, когда Госдума приняла закон о запрете популяризации всевозможных этих отклонений, и я напомню, что целью моего этого ролика является то, чтобы вам до вашего сознания донести ту интересную истину, возможно, эта истина, я уверен, очень сильно, которая говорит о том, что, во-первых, первое, что Солнце и Луна как светильники и полярная звезда тоже как предыдущий светильник, они образованы электромагнитными излучениями, идущими от каждого из человеков, из людей. А дальше самое интересное. Второе, что полярная звезда существовала как единственный светильник в те времена, когда население Земли было гермафродитным однополом. Как только население Земли разделилось на мужчин и женщин, появились Солнце для мужчин и Луна для женщин. Каждое из этих двух светил, оно наполнилось электромагнитной энергией, которую ведут в него, в это светило, души, мужчины, соответственно, Солнца и Луны, соответственно, женщины. Вот такая моя гипотеза. Я думаю, что она правильная. Вы, наверное, кто следите за моими публикациями, уже поняли это, что почти все мои гипотезы являются правильными, а то, что официальная наука воспринимает их или нет, многие воспринимать уже начинают, это уже вопросы переходного характера. Я раньше вам говорил про климат. Вот одна из версий, например, что климат зависит от людей, которые перебегают с места на место, так называемых туристов, и в результате перехода больших масс туристов климат меняется. И вот сейчас эта тема уже была озвучена, по крайней мере, на канале РЕН-ТВ. Я думаю, что и остальные уже ученые в это дело прониклись, потому что другого объяснения климата и изменения климата все равно нет. И давайте с вами поставим опыт. Вот сейчас, 8 июля 2023 года, и официально было объявлено, что в сторону Таиланда едет 600-700 тысяч туристов на первое полугодие этого года. Вот на первую половину лета, точнее даже. За время всего лета, наверное, туда уедет где-то около 2 миллионов человек. И давайте проследим за Таиландом. По моей гипотезе, по моему предсказанию, я не знаю, сбудется ли оно или нет, но по моему предсказанию, Таиланд после всех этих туристов должен испытать очень серьезные проблемы со своим климатом. Много ли это 2 миллиона туристов? Мало. Посмотрим. Но я считаю, что это достаточная цифра для перемещения энергии. Умножьте 250 ватт на 2 миллиона, получается сколько? Получается 500 миллионов ватт. То есть 500 тысяч киловатт, 500 мегаватт. Я считаю, что это достаточно большая мощность. Конечно, к огромным катаклизмам она, возможно, не приведет. Но с точки зрения резонанса, она может повоздействовать на таиландскую какую-то ситуацию. Плюс еще соседние страны, наполненные туристами в такой же мере. Я думаю, что в Юго-Восточной Азии где-то к осени, к середине осени, может состояться какой-то большой катаклизм. Это, конечно, будет бедствие, но с моей точки зрения это будет подтверждение моей гипотези о том, что человек, естественно, имеет электромагнитное наполнение, и что перемещение больших масс людей с их электромагнитным наполнением способно не только менять погоду, но и когда мы берем всю нашу совокупную цивилизацию, не только людей, но и всю биоту, то мы вот этими своими излучениями наполняем Солнце и Луну, и они становятся для нас светильниками. Посмотрим, следим до осени, посмотрим, как это будет. Я думаю, что, наверное, будет так.